да что вы говорите корыстных целях коррупция это полнейшая коррупция а большие люди они едут туда микроавтобуса за тонированными стеклами чтоб их никто не видел а музыка громко играет у меня дома а пикарды фейерверки выстрелы которые звучат со стороны базы отдыха с автоматического волейбольный волейбольный бильярд ставит из баньки сразу воду больших людей все строилось если ты знал для кого я вон так грозно заткнулся получается губернатору без бани никак семейно все делали на работе узнали что у вас есть земля до землю отобрали как на конском навозе латарь владимирова помидоры какие росте огурца не хватает и огурцы тоже есть когда будете снимать до 13 сентября успеете конечно раньше на это владимир будьте любезны найдите время за эти и накормлю вас и борщом и чем там пелеменями я за вас свежим мясом покормлю все я поехал губернатору наталья владимировна вам помогла сначала а потом а потом когда узнал кто за этим стоит он раз и все я я неугоден почему неугоден у вас очень хорошие угодья выживает выживает большим людям понравилась земля вот они хотели гром меня использовать как батрака молоком мясом кормил по и на пенсию газпрома 600 рублей на ветеран газпрома получает 600 рублей в месяц на чем не существовать сосланы по политическим мотивам суд обязал вас стать убийцей о вот видать вообще хозяин не может заниматься убийством хозяйство благополучная но ветеринарная служба не идет на это на вас наложили карантин меня карантин наложили наложили и как так что так вы чем меня такого кота хотите который за шиворот и выкинуть это позор это позор в россии сталинские режимы используют преследуют но я не сдамся позор мы мы начинали строить газопровод мы а сейчас кто им там жирует то часто на нем крылья распустил а сейчас они на лаврах сидят на трубе и на базе отдых тем закон не писан в россии закон как дышать куда захотят туда и завернуть не имея прав на мою землю администрация сургутского района подает через 20 лет на меня из об отсутствии права и суд рассматривает оставьте в покое пусть работают никто все боятся по какому суде можно да нету суда у нас сейчас не суд а судилище все как захотят так и поставить не дают людям жить не дают а кто же собаку зачем застрелили дроби пробью до а вот ты говоришь ружья нету ружье у меня как в прокуратуре все подвязано а топоры над головами у вас не летали топором кидал коровы топором а зачем ну такие жестокие люди он их зарубить что ли на ходу хотел как минимум четыре раза он кидал топор в коров так это родео какой-то у них льготы я работал уже в обопе топор на работе что ли выделите если бы у вас в гостях была наталья комарова они бы пришли с топором к у меня решили укоротить здесь чтобы я удрал но не они не на того напали все систематически понимаете 21 год меня прессует землю него отжать на отжать любыми способами они то слово обманули вообще это подло все подло это не то что где нас тут аллахоз российский 21 год меня прессует это куда годить наталья владимирова так что приглашаю вас гости я надеюсь что громкая музыка и фейерверки на базе отдыха незаконно построен на моей территории нам не помешает я его и пашню себе урезал чего не все покоса отдали в чубину а мне скотине пастись негде вы тут давно находитесь с какого года 92 первом втором году нам выделить мое вот слева тут у вас и картошка да ну там картошка у меня я грунт попастись негде скотине вот пришлось огород башню урезать но у вас смотрю тоже трактора да есть готовились что будем заниматься семейным бизнесом экскаватор рс разводить лошадей с малых лет два грузовика газонокосилка меня три дома три дома баня баня коровник гараж наверно да и скиплицу грош вон с барашем сеновал он боится камеры вот это что за луга это ваши были да да пастбище мое из вам сейчас косить негде на здесь рядом а у меня все покосы вокруг меня чубина все отдали 8 г они отдали чубин раньше вы прям здесь косили на все дали так и корову пасли здесь сколько у вас коров на данный момент 5 коров осталось два года уже у меня до 14 голов доходило лошадей сколько было и лошадей до 40 голов доходил уже два года мне сучите не дают технику имею все имею у меня пять тракторов три колесных два гусеничных пресс-подборщик грабли две сынокосилки как говорится все закупал приобретал чтобы заниматься терпинским хозяйством а вот государственные люди лошадей сколько вас было 40 голов 45 а сейчас они здесь чубин завел себе лошадей а жеребцы они как говорится делят территорию моих конечах где-то за за из кафе а чубин это кто а это бывший сотрудник полиции ваш сосед приобрел земельный участок здесь у соседки собственность а это уже администрация без моего согласия отдала 2 в аренду а потом я смотрю они уже ему собственность продали за копейки аренда была что-то рубль 20-40 получается на той территории которые раньше вам принадлежала по закону сейчас вы возвели базу отдыха да на той стороне я работал системе газпрома ну и начальник узнал что я взял земельный участок он просто не знал что в землях собственность думал в аренде ну еще путем там меня увольнение угрозами физическое расправа кстати я обращался в прокуратуру это отписки и пешки прокуратуры это начиная вот 99 года только в поле за короче здесь вот где-то 79 листов а это что отписки отписки полиции милицию тогда еще в 99 году номер никаких нет вот уже газпром это же достояние россии не получается сейчас на этой базе отдыха отдыхает газпром вы говорили автобусы нефтегаз там газпром переработка нефтегаз да гуляет а что за праздник день семьи отчета на служебных этих ездить на заказных автобусах они на своих до день семьи у них кто следующий чей двор давайте команда ракета ракета на старт и так команда ракета готов автобусы не будет второй день нефтегаз гуляет показывает свою силу власти очередная пьянка день газовика газпром отвечает на территории фермерского хозяйства театром театр туда приезжает автобусом его до кого там а большие люди они едут туда микроавтобуса за тонированными стеклами чтоб их никто не видел вышел и за забором там поют и пляшут а музыка громко играет у меня дома бум-бум-бум-бум как начнут а пекарды фейерверки зимой особенно начинает меня рядом же сено там чуть 50 метров и вокруг звонил в полицию и здесь в район звонил и все все без пожары были ну так-то не было но могло было быть бывало груда летали сюда ну просто я ходил там охранял заезжали на снегоходах ко мне в ограду и там забор ломали у меня еще такой забору были деревянные когда по первости ставил то кстати даже под этой базового отдыха находится 13 с половиной соток пашни надо начальник автобазы я груб на какой-то начальник автобазы замутил вот это все и и он всех как говорится под себя поднял получается вашему начальнику понравилась территория да 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 не только мой генеральный идеи прокурор москве сказал большие люди посчитали 25 гектар тебе много так земли задавали на семью были так дело в том а сколько у вас семья на 6 человек нам землю там в распоряжение все написано все переписаны брат сестра жены мама уже у вас сейчас какое состояние вы близки к банкротству как у меня субсидии два года не дают конечно я сейчас и кстати приставы у меня пенсию снимает полностью главное снимает пенсию за за что за суды вот за эти что я там не исполняли решение судов по забои жеребца так я им говорю подождите подождите в вас обязали за это убить животные да но они типа обнаружили что он за больной и на на моя его приобрел деревня сытомина сургутского района животные у вас чипированы не веркованы они они по первости их чипировали а потом что-то ну как у нас все делается сперва вроде как начали они все были чипированы до в ухо им там все ставили бирки все а потом со временем все это забросили ну вот сейчас приставы они знают какую именно лошадь нужно убить да никто ничего не знает они они даже вот когда мы их загоняли в декабре месяца они кровь брали и этим как называться сканером не как краска то через капульта красили баллончиком скажи с краской до метели да 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 кстати и снег шел кони все были мокрые только пригнали через два часа давай брать кровь все это все отлетело и чё ну естественно краска отлетела а суд что обязал вас убить животное да они именно вас и на вас на меня возложили вот этот забой коня его как и своего коня буду забивать суд обязал вас стать убийцей ну вот видать а у нас все разное какое-то есть это выбор какой-то скажут и все вот я не исполняю сейчас меня каждый день по две тысячи с меня выдирают за неисполнение приставы до приезжает постоянно представил вчера были кстати да я могу вам это самое у меня есть тут запись 66 приставов он к приставу приходили 6 человек ты куда годится гасанов приезжал 6 человек позор позор гасанов 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 а он меня от меня послали я нахожусь а под контролем уже с девяносто девятого года это геноцид геноцид российский а вы репрессированный да насколько да да у нас документы вы откуда приехали маму с молдавии сюда каком году перед войной сюда сослали каком году деревню банная 41 41 41 деревню банная их и привели их привезли то малолетками я чё хочу сказать они на наравне со взрослыми там работали где колхозе на рыбалке на сенокосе на заготовки леса неужели они не заработали кусок земли своим детям вот у меня чё интересно это чё неужели в россии столько земли и мод понравился большие большим людям как мне прокурор москве маму в пятьдесят шестом году реабилитировали амия вот получил документ только вот в семнадцатом это через генеральную прокуратуру через день здесь когда я поправлял ханты информационном воды мне оттуда пишут обращайся в молдавию посоль молдова гадали прокурора у мамы уже все было все и документы уже на сделали получала на вот это реабилитационные а я потом поехал в москву я говорю даку а то они а потом второй раз пишу они зубков евгений георгий на поселение в тюменской области не было как вы получили вот эту землю а когда вот ельцин то начал раздавать под фермерские хозяйства земли и вот какой год 92 мая 18 мая 9 2 когда ельца начал выделять земли вы пошли это написали заявление да что требуйте выделить землю в администрацию сургутского района тогда поставках под кфх как по-новому когда крестьянская фермер раздавали землю ну вот я пошел мне тогда по моему белаяровский сельсовет еще в карту вот я вот здесь здесь все она еще обмерила так линейка тогда раньше сколько вам гектар выделили по первому документу был 31 гектар но она сказала что будет обмер и там уже конкретно после мера вам сколько оставили 25 гектар и вот эти 25 гектаров на основании свидетельства о праве собственности вот это я так понял под электричество это для дороги вот идет дорога вдоль водоохранной зоны вот это башни анатолия вот это заливные луга весной вот так вот все затапливает прям до сайт до самого дома а это та самая база отдыха под базу отдыха остянская курья баня электроснабжение каркасно-панельный дом мансардным этажом одноэтажный и вот здесь выход к воде лестнице получается участок раздробили вот это получается земля ничья не зарегистрирована это под базу отдыха это под пастбище и это под пастбище а вот это все висит в воздухе вместе с лесом башнями и множеством строений это коровник это сеновал здесь у него куры коровы животные дом баня дом теплица ну и другие мелкие строения здесь вот прям рядом у него под боком вот он из дома выходит и у него прям по прямой вот эта вся музыка здесь играет по структуре участка видно что никто сельским хозяйством здесь не собирается заниматься нужен только выход к воде небольшая территория и дорога все а потом что начало на влияние там воде 25 гектар и после этого постановления девяносто третьего года мне в девяносто пятом году я получил свидетельство на право собственно 20 лет а потом что случилось потом на работе узнали что у вас есть земля да 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 я просто пошел на работу тогда надо было технику надо в каком подразделении газпрома работали птт ст раньше называла сейчас она вот это ст а кто директор был салахов был у нас явдат халявович который узнал что у вас земля есть а директор газпрома на тот момент кто был поженин по мою реван с чего все началось как вы узнали что у вас просто хотят отжечь землю ну как они начали ко мне тут наезжать смотреть потом там начали предлагать меня баньку поставить для автобазы больше реализовывать мясо молоко там это 10 я не соглашался но он потом меня давай угрожать там и физическая расправа и увольнение но вскоре у меня уволил все равно для того же непосредственно начальника уволил страну у меня документы есть он даже не что он у меня по статье у я сам хотел уволился кадры заявление не брали секретарша не регистрировала мне было кстати 45 лет не было никогда уволил 37 не дали землю и все вот это все вот эти все эти годы я существовал только за счет хозяйства вся моя семья это сколько лет больше я нигде не работал каком году уволились 99 меня уволили 21 года вы здесь а вот уже так меня вот 21 год меня прессует по российским как понятиям надо у человека если он занимается там что-то начинает что-то работает развиваться его надо 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 надавить его надо землю у него отжать надо отжать любыми способами свидетельство на 25 гектаров у вас сейчас на руках ну мне дали копию мне просто тогда что было там меня пригласили надо перерегистрацию привести пройти перерегистрацию вот этих двадцати пяти гектара и и мол принесли свидетельство на право мы мол другой выделим ну я чё как говорится рожден советской то есть куда вас пригласили в администрацию трубутского района а кто именно фамилии мелочи на не помните было не было исламова там зенит михайлов вы дали свидетельство до оригинал получил а я отдал а потом они уже когда пошел забирать они в доводит а потеряли да туда-сюда да вот те выделим новая откуда я мог знать что могут такие уже в то время уже начали такие подлости делать все но они же еще и мне делали интеризацию земли акт администрации еще я подписывал к 25 гектар подпись поставил они потом приписку потом а потом заявляется там что этому заявление так понял они сделали припись да 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 они там взяли у меня изъяли 1655 типа как с неосвоением а 845 не оставили то есть подделали документ вы делали экспертизу обязательно доказали что это не не ваша приписка и не ваша роспись как говорится я перебью еще до этого они от моего имени написали заявление то я связи не освоением прошу изъять у меня часть земли но я заявление не писала как мой адвокат грето как заявление писать если в законе нету там что по заявлению или изъять землю собственность как земли собственно мы делали тоже экспертизу а кстати здесь сперва делать то есть вы вы считаете что вас обманули на основании вот этого заявления озвучьте да или нет обманули да не то слово обманули вообще это подло все подло о чем еще говорю что мы жертву сталинских репрессий и нас опять этот преследует сталинский режим геноцид а я еще хочу больше не то что геноцид тут холохоз российский 21 год меня прессует это куда годится вас и изъяли свидетельство о праве собственности и присмотрели чудили участок до сколько вам оставили они ничего не чудили не было никакого отмежевания сколько мне оставить сколько у меня забрать ничего это не делалось обычно же когда отказываются там наверно приходят межу делают где-то тебе оставляет это забирает но это ничего не было дел у меня даже есть отзыв кадастровый на суд что никаких изменений за все эти годы вот на 16 мая 16 года на суд отзыв кадастров давал я ничего там написали все внизу пишет на усмотрение суда а тут даже это не учел внимание ну и в итоге вам оставили сколько 8 сейчас у меня сейчас не родины и флага у меня все отобрали все отсутствие нет 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 там же поэтапно отбирали насколько я помню 8 45 там пытались до оставить они пытались но ничего не не приведено было межевание ничего не было все она как было 25 за мной она так я стал мне даже кадастровыписка и на 25 свидетельство о право собственности вам удалось вернуть да кстати вот об этом еще я обращался к каморой наталья владимировна вот раз два к ней три раза был у нее не приеме и она уже тогда черкашин руководил сургутским районом она сказала что мол выдать мне документы старые а черкашин нету документов как нету старших времен документы в архиву вас найти и отдать действительно они нашли мне они мне сделали копию моего свидетельства на право сон за 95 год и на первом листе ставит штамп печать ставит и пишет без права регистрации как так вот так вот ну мы постом пошли в кадастровую палату мы показали это все а это смотрит принимает а это чем без понятия чего не она ну ладно я приму документы приходить через десять дней то есть то есть берите право собственности но пользуется вы им не имеете права не в то время что суда не было это 15 год был все мы я мы приходим через десять дней она раз достает выдает нам нового свидетельства на право собственности в никаких замечаний а там еще написано от постановления 29 июля 93 года основание этого постановления не выдали вот это повторное все я поехал губернатору поблагодарил на то владимировну показалось свидетельство свое получился рядом вида сидел с кадастровой палаты то есть наталья владимировна вам помогла сначала а потом а потом а я к ней еще обратился она дала команду чтобы отмежевать и поставить земельный участок на кадастр и учет а потом все на этом дело встала видать она узнала кто за этим стоит на этим стоит сургут газпром они получается на территории 25 гектар отмежевали себе какую-то территорию да они сперва и не межевали потом юрий иванович меня приглашал уважение то есть они без межевания возвели какие-то строения да 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 без отхода земли а что они там возвели на даже есть документ что не дам возвели они сейчас поставили там коттедж который они с плота перевезли и баньку сперва на берегу по гостевых домик и сторож там сидит база отдыха там база отдыха для сургут газпрома часто там отдыхает народ да по выходным там поют и пляшет невозможно говорю автобусами привозят вот наталья комарова приезжала сама вы я ее не видел но говорят что была ты послушай мне чё тебя слушает пепарадзе живу я здесь пепарадзе а чё вы здесь стрельбу устроили какую все засняла уже понимаете пусть губернатор будет разбираться с вами до что вы говорите но если гру туда приходит автобусы с тонированными стеклами кто там сидит что там сидишь я неоднократно там полицию снимал и шестнадцатом году по-моему или прошлый год 21 декабря они там даже на служебной машине там у меня есть это все записи есть то есть приезжать на служебных машинах на служебных автобусах а и не боятся ничего а с какой цели не приедет отдохнуть видать она казакеевым предоставляет все услуги раз они и я так понял что ну и доказали его крушу и а кто это казаки а это бывшая заведующая столовую она кстати работала у салахова газпрома тоже приятие вот такие шикарные луга здесь а это все ваша территория нет то есть это у вас еще осталось да а вам хватает этого этих земель не хватает а что такое крс на крупно рогатый скот сколько положено 4 4 гектара а у вас 11 но хватает на 5 коров положено 20 гектар на одну корову сколько положено 4 га по нормативам а у вас сколько коров 5 не опять то есть по идее 20 должно быть а у вас всего 11 дело в том что игру они же чубе но отдали здесь вокруг меня все все покосы у меня сейчас я грудь а вот пол огорода полпашня и уже вы с ними разговаривали что вам тоже нужно я как пытался тогда она попасть на аукцион все мне туда как говорится не будет а потом я смотрю раз все про то есть у вас на аукцион не пустили и вы все земли в округе подпастбища отдали другом человек моего согласия все без моего это самое меня даже не приглашали могли бы как-то поделиться там у меня идет грудь все идет на выживание нас отсюда чтобы усилить они все рассчитали они весь база вот видать видишь все было рассчитано чтобы я как говорится уже вон там вдалеке я выхожу с крыльца все было рассчитано что я перед глазами там у них будут что до контролировать ну как говорится у них там мясом молоком все приедут большие люди я у них на каблуках прыгал а база отдыха получается на на территории водоохранной зоны стоит и дорога проходит под береговой водоохранной зоне у вас и куры да есть пока вот здесь вы у вас были лошади да да это загон для лошадей а сколько их было 40 штук и что и что я не сейчас они почему убежали еще стреляли здесь на базе стреляли да мы даже заявление как вот за вами да вот это и есть до база отдыха да это раньше раньше ваша территория была она по сей день моя у меня никто не отобрал суд но они не исполняет учета все моё по берегам у меня есть отвод земли границы идет по берегу они сам все получается это самый лучший участок да да а что у вас пенсию у вас получается судейные приставы выпал пенсии от меня отнимает полностью снимали полностью а вот последний раз вот вчера его мне перечислили уже мне по 50 процентов оставили 8 171 рубль оставили вам хватает да какой хватает я говорю корма купите коммунальные услуги дочка у меня не работает здесь надо корма надо ездить гсм надо покупать и я сейчас я вынужден просто по голове вырезать того существовать я вынужден вырезать по голове у меня это просто толкает на это преступление еще через суд обязывает убить животные до из пристава вчера приезжал это приехали вчера в седьмом часу вечера это куда годится всем вечера приехал в седьмом часу это после рабочего дня после рабочего дня шесть человек шесть человек меня как преступника они здесь уже я как раз управлялись со скотины а 600 рублей это что за пенсия а это газпром что я отработал 23 с половиной года вот они мне начислили 600 рублей пожизненно пожизненно газпром вам 600 рублей по а вы там у вас стаж какой был 23 23 года в газпром метро с основания принимал участие в строительстве газопровода уренгой человек а у вас заслуги есть какие-то корочки ветеран газпрома дважды ветеран газпрома получает 600 рублей в месяц я я не угоден им видите я не пошел он почему не угоден у вас очень хорошие угодья не у я им не угоден им не угоден потому что я не иду у них на поводу 600 рублей а минимальная в газпроме до минимальная пенсия там учет около 3000 а меня я особо видать одаренный человек то есть у вас получается сейчас ниже прожиточного минимума да так у меня пенсия то 16 300 там с копейками а сейчас они половину убрали у меня даже прожиточного минимума я говорю они меня заставляют час вырезать скотину чтоб не выживать как-то все что за претензии коням было есть точнее приобрел жеребца в сутомина через в апреле взяли кровь а через два месяца они мне ставят через три месяца до они мне ставят в известность что конь больной чем и нам инфекционно заболевание а вас и жеребец один был у меня там молодняк был еще но это то производитель один был и они не беркованы не чипированные не дефицит и ровать невозможно обязали вас убить и коня обязует они вот вчера пристав то и приезжал они заставляют меня убить они меня как это на преступление толкает можно так сказать я ему говорю берите ловите убивать анжелика подскажи вообще убийством животных кто должен заниматься хозяин или другие какие-то органы вообще хозяин не не может заниматься убийством убить вообще убой животных проводят специально обученный человек не так просто прийти и убить животное то есть это обученный человек сам владелец он не не имеет таких навыков по убою и утилизацию до должна быть конечно да и убивать убивать должна быть животное должно быть обязательно идентифицированное почему ветеринарная служба берет кровь что первый раз что второй раз не у идентифицированных животных объясняется что жеребец то один был получается они его идентифицировали у него там еще и молодняк были жеребцы два года три года три жеребца они выглядят одинаково но этот конечно крупный но я имею ввиду по прошествии двух лет они уже сейчас вот пройдя два года да они уже выглядят одинаково все же липцы которые первоначально который было два года три дать три жеребца все выглядит одинаково конечно и идентифицировать их никто не сможет даже по половым признакам даже когда же по половым признакам то есть они жеребцы законная рулетка получают конечно почему и приставы не могут исполнить поручение суда потому что нет идентификации животных животное должно убиться только соответствующее данному номеру ну я так понял обязал это не приставов убить животное именно хозяина Как он может убить? Да, меня, вчера, ГРУ, опять меня видать, штрафчик на 2000 видать. А что за болезнь вы якобы выявили? Так, лаборатория была поставлена с нарушением всех правил по отбору проб, по результатам исследования, через 3 месяца дают положительно на инфекционную анемию лошадей. Инфекционная анемия лошадей должна быть дифференцирована от общей анемии. Так как поставлена только единственная реакция РБП, считается самая дешевая реакция, даже это написано в инструкции. Если что-то сомнительно возникает, они должны были провести дополнительные исследования, ПЦР и еще, и должны еще провести дифференциацию данного заболевания. Потому что ИНАД дает положительную реакцию при заболеваниях пироплазмоз, лептоспироз. Самостоятельно сам фермер исключил эти заболевания, и они были положительны в московском ВНИИ. И на основании этого должна была ветеринарная служба провести дополнительные исследования, потому что жеребца полечили от этих заболеваний, и все это должно быть проведено исследование, и должна идентификация провести. Ветеринарная служба на все письма проигнорировала. Пять раз писал он письма, пробиркуйте, чтобы была идентификация, возьмите кровь как положено, все согласно всем правилам. Простым языком, поясни пожалуйста, получается данная болезнь под сомнением и не подтверждена? Данная болезнь под сомнением, она не подтверждена. В экспертизах ряд нарушений, все это прописано в судебных исках. 28 нарушений. И все пробы взяты с нарушением? Все пробы взяты с нарушением. Я предполагаю, что это просто идет как бы... Я хочу еще добавить, что этот жеребец все лето проходил в табуне, и в декабре они опять забрали кровь, все кобылы, все кони здоровы, а жеребец больной. Ну как это так, если он передается через кровососущие? А там где вы его взяли, он здоровый был? Аудиозапись здоровый. Говорит ветврач, что он был здоровый. А у вас, подождите, а получается, как только к вам передали, он почему-то заболел? Да. Все характерно, что я оттуда, они не знали, я купил и кобылу мне хозяйку отдала, что у меня мужик умер, и жеребца. Кобыла здоровая, с одного гнезда взял, как говорится, а жеребец больной. Ну не будет у меня жеребца, у меня не будет приплода. У нас, говорю, у нас отсюда, как говорится, выживает, выживает. Большим людям понравилась земля. Вот они переключились, меня через скотину решили надавить. Я работала в государственной ветеринарной службе, врач-эпизотолог Сургутского района. До 16-го года в поселке Сытомина выявлялись случаи выявления инан положительных животных. Но проводились мероприятия там, по убою, все. И на 17-й год не было этого заболевания. Как же так, что он привозит в 18-м году, и аудиозапись есть, что врач говорит, все благополучно, ветеринарный паспорт есть, все благополучно, пункт благополучный. И как так, что он перевез с благополучного пункта в благополучный пункт на протяжении вот 95-го года, я работаю, с 1995-го работала, по 17-й год. Вот хозяйство благополучное, он ниоткуда ничего не завозит, все только здесь, все местное. И откуда могли, что у жеребца оказаться инан положительное. И на протяжении двух лет, вот берется кровь, сколько, все здоровые, этого не может быть. Если в Сытомина были случаи, когда мы проводили мероприятия по инану, там буквально за полгода по 5-6 голов выявлялось. То есть это сложно, все это, ну не может быть просто так, что 2 года, и все поголовье чисто, и рядом соседская, которые имеют контакт, тоже все благополучно. Это только идет, вот как мое мнение, неправильная постановка диагноза. Нет дифференциации от заболевания лептоспироз, пироплазмоз. На основании этого просто поставили как общую анемию, а ее поставили как инфекционную и все. И никто не хочет в этом разбираться. Мы добиваемся, чтобы провели идентификацию животных, чтобы комиссионно взять, отправить все, чтобы все было достоверно и тогда согласиться, что больное животное или нет. Но ветеринарная служба не идет на это. Что за вопрос? У нас нет его в городе. Ни в какую. Сколько писем, сколько чего, все это игнорируется. Даются отписки. Мы не будем проводить, мы не будем идентифицировать, мы не будем дополнительно исследовать. Кстати, я хочу добавить. Если они обнаружили, что у меня конь больной, они знают, что я его купил в Светомино. Почему они там карантин не наложили? Они провели проверку. Я же его купил в Светомино, а там они этого ничего не делали. А на вас наложили карантин? На меня карантин наложили. Наложили? Да. До сих пор. Уже два года уже. До сих пор. Третий год. А карантин касается и людей или только животных? Нет, животных только. Дело в том, что я говорю, я субсидий из-за этого не получил. А сейчас у вас, получается, кони разбежались и могут заразить других? Ну, выходит, а так. А виновникам, получается, всему выстрелы, которые звучат со стороны базы отдыха, да? Да, да, да. Они не то, что, говорю, последний раз с автоматического оружия здесь полостали. С автоматического? Да. А кто может с автоматического? Удивление есть у меня даже в это само. Обращались, да? Да, в полицию. Все, они, я там что-то напутал, я там что-то, ну, на меня все, как обычно у нас. У нас у сильного всегда бессильный виноват. Там видно, что у них там теннисный корт какой-то, да? Или что это? А, это у них волейбольный. Волейбольный? Ну. Волейбольный там, да, так, по мелочам всякое. Биллиард ставят они. Я говорю, так вы что меня, как того кота хотите, который нагадил за шиворот и выкинуть? Наталья Владимировна, я вас приглашал, когда вы мне помогли свидетельствовать. Вот в Газпроме говорят, что вы приезжаете на эту базу отдыха. Комарова? Так она только уехала от нас. Да что вы говорите? Она не уехала, у нас есть еще. Что за вопрос? У нас нет никакой коротки. Так почему ко мне-то не заходите? Я же вас приглашал, что вы говорили, еще обмыть надо, говорю, свидетельство на право собственности за то, что вы мне помогли. Вот у меня хозяйство рядом находится. И баня есть тоже, да? И баня есть, и все, и дом у меня все. И накормлю вас, и борщом, и чем там, пелеменями. Так что будете следующий рады, заезжайте. Я уже видел ваши автобусы с Канты-Мансийского округа здесь гулеванили. Так что будьте любезны, найдите время, заедьте. Не то, что я как приглашаю, как жертву сталинских репрессий. Неужели геноцид так и будет нас по сей день преследовать? Это же не в одне ворота, вроде государство поменялось. А за что нас так изгаляется над нами? Это не издевается, это уже изгаляются люди. Да, Наталья Владимировна, у меня субсидии еще ваши не дают уже мне. Мне приходится выживать. Пока еще мясо есть, так вот я вас свежим мясом покормлю. Приставы пенсию снимает у меня полностью, главное, полно. На чем мне существовать-то? А где минимальная пенсия или прожиточная пенсия? Так что давайте, пока еще осталось у меня тут с десяток КРС, я говорю. А потом уже все, я не знаю, чем буду заниматься. И придется на меня, наверное, просить, как раньше мои предков, политическое убежище, как с Молдавии пришла бумага, что сосланы по политическим мотивам. Меня даже прокурор в Москве, в Генеральном праве, удивился. О, говорит, это серьезно, говорит, по политическим мотивам. И нашу семью так это все и преследует. Наталья Владимировна, так что приглашаю вас в гости. Я надеюсь, что громкая музыка и фейерверки на базе отдыха, незаконно построены на моей территории, нам не помешают. А у них, получается, они возвели именно на берегу, чтобы, я так понял, из баньки сразу в воду? Да, да, там лестница. Там парапет есть, да? Да, лестница, все там, как положено. Ну, для больших людей все строилось. Он же мне, Салахов, уже сказал, если б ты знал, для кого я вон так грозно мечу. Что, и ступеньки-то заткнулся. Что за вопрос? У нас нет никакой коробки. Ступеньки тоже большие? Да, лестница сваренная, еще с металла, там все со швеллера, как положено. Там же, говорю, не дай бог, что так все его спросили, что-то там налепил. Это все же незаконно, и все, здесь Газпром не копейки, все, вот он там, то, 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 то. Ну, дорогу здесь я цепал, конечно. А, у меня даже заявление с 99-го. Подождите, так вам получается, вот с той стороны вот так дорога идет, да, вот здесь вот, к базе, и вам, получается, перекрыли доступ к водоему? Да, так дело в том, что, когда, видать, карьер вот этот здесь, дорога вот до сюда доходила. До сюда доходила, здесь дорога была. Здесь все, кустарник был. У меня даже есть фотографии, я вам покажу. Потом, когда я ему кислород перекрыл, здесь ездить через мою территорию, они вот это все выворотили, и туда отсыпали дорогу. Береговую водоохранную зону. А деревья они вырубали, да? Все, бульдозером все смели. А дорога, получается, здесь раньше была, да? Да, вот остались еще, вот видите, вот видите, еще остались. Он пытался гру, он же пытался меня вообще, как говорится, вот, вот видите, еще, они не все собрали, вот она проходила. Они хотели, говорю, меня использовать, как батрака, чтобы я их молоком, мясом кормил, поил. На пенсию Газпрома в 600 рублей, да? Да, я Миллеру хочу это, кстати, написать заявление, что я ему эту пенсию на развитие нефтегазовой промышленности в Западно-Сибирске, в Западной Сибири, чтобы мы перевели ее. Это позор, это позор. Я, я работая на импортной технике, в то время, мне было 21 год, я перевозил шаровые газовые краны по 31 тонны. Кстати, у меня даже Рафиков еще в 87-м году автомобилем Волгов был, я награжден. И вот ветерана Газпрома, вот решили они меня, видать, использовать в корыстных целях. Коррупция-то полнейшая коррупция. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Вплоть до Москвы, я же говорю, я же в Москве. Я пять раз был в Генеральной прокуратуре, наверное, шоу. Я был в Следственном комитете у Бастрыкина, не знаю, два или три раза. Я писал Государственную думу на Володина. Я обращался к Жириновскому, и все, одни отписки. А, я даже вышел на председателя, жертв политических репрессий, я вот сразу сказал, о, вот и наш человек. А потом, когда узнал, кто за этим стоит, он раз и все. Нету человек, сейчас, говорю, в России, это никто, это шлак отработал. А мне шо, я говорю, уже 21 год я воюю, я говорю, ну, видать, у меня вот кровь молдавская в моих венах текет. Другое бывание, наверное, давно сдался. Да и мужики, вот с кем я работал, они говорят, и все, я шо, воюю, я говорю, да, я огонь, я пойду до конца. Или буду просить политического убежища на крае шоу. Что в России сталинские режимы используют и преследуют, кто был сослан сюда. И даже, как говорится, по наследству все переходит, по наследству все переходит. Но я не сдамся. Я не сдамся. Здесь сколько рулонов в сено? Ну, вот я ничего, всего 40 рулонов накатал. А тут погода еще испортилась и неизвестно еще будет, не будет. А для 10 коров сколько нужно? А мне, так у меня еще и кони, не то, что коровы. Самое минимум, где-то надо 120. Сейчас, получается, вам здесь пастбища не хватает и вы ездите куда? Далеко? О, за 4 километра я сейчас, у меня сенокос. Рядом здесь важный человек, бывший работник полиции. Это все ему отдали. Угу. Это все ему... Кстати, вот, а мою землю, что пастбище, он не на себя Чубин все это оформляет, а на папу. На папу все оформляет. А он, типа, как в стороне. Что за вопрос? У нас нет его в корове. А все, вот я... У меня есть эта капировка с администрациями. Сюбин, это все его как-то... Отец-то у меня. Сергей Григорьевич. А Чубин, Борис Сергеевич. Вот такие дела. То есть, если у вас не вырежут скот, он, скорее всего, может и даже помирить от голода. Я правильно понимаю? Да, да, да. А сока, конечно, она жесткая для коров. Закупить хорошую нет. У коров уже одни зубы. Верхнюю нет. Все. Она отбиваться, сука, она тем более переросшая. Сейчас, а субсидий нет. Деньги купить нет. Деньги не выделяют, да? Хозяйство фермерское не поддерживает. Он мешок уже... Гранулу стоит, комбикорма. Уже 650 рублей мешок. 40 килограмм. Даже вашей газпромской песни не хватает на один мешок. На мешок не хватит. Они, кстати, там еще 600 рублей снимают там эти... Налог у меня там 530, что ли, полчаса рублей. Позор, я говорю. Мы, мы начинали строить газопровод. Мы. А сейчас кто там жирует? Кто там сейчас? Кто сейчас на нем крылья распустил? А мы все, мы уже... А мы спали, ели в машинах. Ни гаражей, ни боксов, ничего не было. Все на улице. Как это будто бы, что и не было. Это вообще, я говорю, позор. Позор нации. Позор. Я говорю, этот хоть и Миллер, там все остальные, они даже не... Они, наверное, не слыхали про этот газопровод, что он там строился. А сейчас они на лаврах сидят, на трубе. И на базе отдых. И на... И как... Им закон не писан, в России закон, как дышло, куда захотят туда и завернуть. Не имея прав, на мою землю, администрация Сургутского района подает через 20 лет на меня иск об отсутствии права Сургута. И суд рассматривает. Мне даже в генеральной прокуратуре сказал прокурор, говорит, о сроке там. Все, мы говорили на суде, вы предъявите кадастровую выписку, все, вы у него отняли незаконно. Они ничего не предъявили. Все, решение суда об отсутствии права Сургута. Все, у меня ни Родины, ни флага. Все повторяется. Я говорю, через такое русский народ прошел, и война, вот это сталинские, это репрессии, а что то, она все повторяется. Сидоров, кстати, вот у нас был там, мэр-то, он же тоже репрессированный, но он вон куда поднялся, он сейчас уже в государственном доме сидит. Ну, а мы-то тоже репрессированы, а мы все, как нас гнобили, так и гнобят. Мои предки, говорю, кусок земли в России, не знаю, это позор, позор. Позор все государственные, я всю, я всю эту государственную структуру Российской Федерации прошу, и никто не может же сказать, что вы, мол, типа, до крестьянина докопались, оставьте в покое, пусть работают. Никто, все боятся. О, какая политика сейчас. Все боятся. Ни один адвокат, у меня вот три адвоката было, они все мне кинули. Один вообще Черенков такой был, он вообще в акте о проделанных работах сам расписался, а соглашение сам расписался, и все, мне приняли на 130 тысяч. Единолично, без понятых? И это самое, сам все, я, я, мол, подписал, а он за меня везде все расписался, мы делали экспертизу, не я подписал, не я, был суд, его все, его оправдали. по какому суде, да нету суда, у нас сейчас не суд, а судилище. Все, как захотят, так и поставят. что за вопрос, у нас нет его в городе. Ого, такая длинная. Все же делали игру капитально, все делали семейно, все делали, думали, дети будут заниматься, а как сейчас землю отобрали, как? ну, ты же вообще как помидоры, он здоровый, настоящий, на конском навозе, ну, Наталья Владимировна, о, помидоры какие ростим, в тургутском районном. Огурца не хватает. Как ты мне, эй, да огурцы есть, огурцы вот есть. И огурцы тоже есть. Конечно, огурцы вот. Все как положено в деревне. вон огурчики сняли вот вчера. Вот такие заросли, я первый раз в такой теплице нахожусь. Выше роста. Поснимали вот тут все. Все растет, все цветет. Приезжайте, люди добрые, будем рады вам. В Сургуте-то помню, как на улице садили, там где-то в уголке, затище. А когда будете снимать? До 13 сентября успеете? Конечно, раньше, наверное, придет. Но все зависит от погоды. Все рассчитывали, все рассчитывали, будем жить, будем работать, семейный бизнес у нас попрета. Вот результаты. Хоровник все отгрохал, все железобетонно, там сеновал, тут сеновал. Техники, я же тогда, говорю, субсидии же не давали, технику пообретал, приобретал, что работал. Что, придется сейчас скотину вырезать, приставы, деньги с меня снимают, потом придется. Технику распродавать придется. Вот и все, как говорится, от чего ушли, на то и напоролись. Не дают людям жить, походим, не дают. Надо вот, надо, говорю, все как-то надо. Это уже, по-моему, как говорится, топором не вырубишь. А вот это что за техника? Я так понял, все надо собирать? Это пресс-подборщик, да. Пресс-подборщик. А вокруг все, вот все, отдали все чубину. Что за вопрос? У нас нет ее в городе. И вот как сейчас? Правда, ну, я-то, как говорится, здесь из первых, ну, можно было собраться, как-то сообщая, это все решить. Это тебе, это мне. Все, все отдали. Я вон сейчас езжу за 4 километра. Приходится мне потом это сено оттуда вытаскать. Все выливается в денежки, в солярочку, в масло, в ГСМ, как говорится. И в 600 рублей. И в 600 рублей, да, газпромовской пенсии. Мы начинали, мы, и вот результат. Это что, это народ-то смешит 600 рублей. Позор. Все и государственной системе, Российской Федерации. А это что за фотография? С матерью на Покосиму. Это здесь, да? Ну, напротив Сургута. Не, это еще напротив Сургута. А какой год? Вот мать, видишь. Какой год? Ну, здесь-то написано, 70-й, вот видишь. вид шикарный из окна. Это что такое? Это отписки? Туполов все было. Милиция была, 99-го года. Приставы, да, вчера приходили? Сколько их было? 6 человек? 6, да. А они зашли без вашего разрешения на территорию? Да, я управлялся как раз в коровнике. Слышу, собака лает. Потом уже, смотрю, они уже подошли в ограду. 6 человек, они были в форме? В форме, да. Нагрудные знаки были? Не помните? По-моему, не у всех. Мы были вроде, ага. Ну, этот, Гасанов, там, опять, свою папку, опять, мол, до вас меня отправили. Они предоставили какое-то постановление суда о том, что у них есть разрешение на проход на территории? Да нет, этого нету. А вы им разрешали проходить на территорию? Да не разрешал. Кто меня когда спрашивает? Они сейчас все идут как к себе домой. Они вам копии документов каких-то предоставили? Ну, они вот это ссылались на убой жеребца. Они копии документов каких-то предоставили? Ну, они дали мне подписать, что мы обжалуем это в Верховном суде. А, кстати, он даже мне второй экземпляр-то не оставил. Ничего не предоставил. Но они пришли, вот опять меня штрафовать-то. А так, никаких они мне ничего не предоставили. Самовольно прошли на территорию без вашего разрешения? Да, так это не первый раз они уже как к себе домой грудь идут. Без предупреждения. Время-то уже грудь, седьмой час как раз управлять со скотиной. А что там за история с собакой? Да, у меня кабель тут черный был, отвязался, ну, порвался ошейник и ушел зимой вон, к Чубину в огород. И все, а я как-то необрал утром, смотрю, что собаки-то нету. А потом смотрю, в огород к нему черный там лежит. Ну, я в полицию заявление написал. Они приехали, мы пошли с ним, все засняли, я все заснял, у меня где-то даже видео есть. А он в отказ пошел Чубин Сергей Григорьевич где-то у меня ружья, ничего нету все. А кто же собаку застрелил? Кто его знает, может она говорит. А когда мне экспертизу делали, я возил сюда на мир там собачьи это. А чем застрелили? Дробью? Дробью, да. И этот, говорит, дробь попала в кровеносную Артео моментально он умер. Он никуда не мог не прибежать, не убежать. Его там завалили. А вот я видел фотографии, вы мне присылали у коровы такая длинная рана то ли рубленая то ли резаная. Рубленая топором, да, она не одна и быка он там и корову не одну. Кто он? Чубины. У меня даже что он делал? Топором кидал корову. Корову топором? Топором в корову кидал? Топором, да? У меня видеозапись есть. А зачем? Ну, такие жестокие люди, что зашли на его территорию, все, надо вот. Кто зашла? Корова? Корова, ну, и вот ни палка, ничего, а вот надо больно сделать скотине, больно. А я потом вывозил, привозил. Больно сделать скотине, это прутом можно хлыстнуть в крайнем случае. А это уже жестко. А тут, как говорится, уже... А зачем топором-то? Это же он ее зарубить что ли на ходу хотел? Видать, это в человеке сколько злости, видать, если даже он за последствия не отвечает, что травмирует ее. И сколько коров так пострадало? Ну, там коровы и быки были. Сколько? Ну, около 4. Да где-то акты есть у меня все так лежит. как минимум 4 раза он кидал топор в коров? Да, все в разных все. Так это родео какое-то? У них льготы. Отец у него работал уже в Абэпе в Сургутском районе. Топор на работе что ли выдели? А кто его знает делал? Вот я говорю писал, все, они потом пишут, даже вот за собаку ружья у них нету. А да, правильно вот сейчас вы мне напомнили, что вот я его зимой вот здесь вот он сам Борис ходил с ружьем за плечом. Потом я когда начал ему говорю, я говорю, а ты говоришь ружья не оттуда. И кстати вот у меня родственник он тоже прошлый год осенью слышал, он как стрелял там может воздух или темно уже было. Но стрельба была. Так что они как говорится их крышует тоже. А кто их крышует, если он когда начинал у меня прокуратура все подвязана. Что я узнал вопрос? У нас нет его в городе. Ну тут получается у вас как в мультике. А топоры над головами у вас не летали? А да, он на меня и с вилами приходил сюда. Кто? Сам старый Чубин Сергей Григорьевич когда только они не успели. Я говорю, они меня решили укоротить здесь, чтобы я удрал. нет, они не на того напали. А потом здесь уже забора не было, он на дорогу выходил у меня с молотком где-то у меня тоже есть запись. Обращался у меня угрожал молотком. Ну он же дальнейших действий там ничего не это самое не было. Систематически все понимаете идет. Пила вилами потом Если у вас в гостях была Наталья Комарова они пришли с Сопорункова? наверное ездила может и беконя была вроде так по большим ходят. А я человек маленький по соседству большие люди поселились. Вот такие дела. А вы в его лошадей ни разу не кидали топором? Нет зачем причем животное причем животное? Они не виноваты они не понимают они идут где линей где красивее по его территории ходят ничего не причем помахайте ручки прошлый год уже бы было тут бы болело полстада как ситомина да полстада болело а если нету заболевания то нету нету преследований положительных вот это поворотная база я только въезд сниму здесь остановить вот там расположены ворота это вход на территорию Анатолия а вот здесь дорожка это та самая база отдыха тут у них отдельная электропередача отдельные провода своя подстанция рыбалка тут у вас шикарная ну так мало вот стоп а вот это база отдыха на берегу озера места тут конечно шикарные говорят рыбалка классная ну и соответственно баня должна быть отличная ну такое озеро а здесь ну и даже народ шашлыки жарит вот тут дорога проходит на базу вот в ту сторону а здесь у нас ну сами все видите без комментариев никто этот мусор я так понял давно не умирает а вот там база находится в метрах 300 и вот такой выход к воде шикарный отдых заливные луга сена как вы говорите все государственные дела решаются в бане получается губернатору без бани никак я не видел но такая как говорится идет в россии разговор что все государственные дела решаются в бане до что вы говорите что за вопрос у нас нет его коробки она же все это построено нелегально и документы у меня есть строительство виной без документации и согласования а что тут большие люди как мне прокурор сказал в москве в генерале отправлял меня на родину предков да куда отправлял на родину предков молдавию обратно я у меня чокуру на родину предков ехать он сказал счастливу пути я так президент сказал защищайте права граждан а он меня лидер знаете счастливу пути вот я косить начал вот здесь дожди дожди вот сейчас вот здесь вот я кашу вот здесь вот здесь сюда сюда езжу далеко вот сюда получается почти 4 километра потом надо буду вывозить все затраты ГСМ все как говорится на выживание на выживание сейчас груз система такая в России что человека надо так задолбать чтобы он сам удрал его не выселяли как Сталин загрузил моих предков и сюда на себя но его можно было понять что уже война шла надо было фронт кормить все для фронта все для победы ну а сейчас все в корыстных целях это что за протока это Остяцкий живец Остяцкий живец название хантейский красивые места вот это самое такое место около Сургута а до Сургута сколько километров 40 километров тут за 20 минут можно доехать с мигалками за 20 минут запросто они и так едут они зимой после этих пьяных то там здесь машина сидит там вытаскивают там же гуляет в основном это для белых людей построено неприкосновенные люди линокос 2020 год Кашу 4 километра от дома вокруг меня все покосы отдали Чубину это сотрудник полиции бывший бывший правда да а мы жертву сталинских репрессий как обычно сидим на заднем столе вместе с музыкантами ни родины ни флага все как отбирали так и отбираем все вот так вот Владимир Владимирович живем мы как кошка с собакой вокруг тебя ракфеллеры бульдоги а мы дворняки нас уже загрызли в корень зачем я это все приобретал технику постройки вот это все я сделал спрашивается землю отобрали по подложным документам скотину пытаются уничтожить судами то есть землю по подложным документам как говорится глава Тургутского района новоиспеченный Трубецкой подал из 16 году в апреле месяце через через 20 лет изъять землю передать землю в гостопад номер 58 кстати подставили постановить 97 года у Сталина статья была 58 они все это знают как говорится это преследуют геноцид геноцид советской власти нас преследует по сей день вот так вот мы и живем до новых встреч я думаю это у нас не последняя встреча надеемся всего хорошего до новых до новых Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok